Ян Блахович снова высказался о поединке против Анкалаева. Хавьер Мендес рассказал, когда Умар Нурмагомедов станет чемпионом UFC. Рафаэль Физиев высказался о поединке против Дейджа. Ну а также Физиев озвучил минусы Махачева. Ну а вы, друзья, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки и пишите свое мнение в комментарии. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Нурмагомедов Умар возвращается в октагон уже в эти выходные. В свою же очередь, его тренер Хавьер Мендес рассказал, когда он станет чемпионом UFC, сказав следующее. Я надеюсь, что подеремся с кем-то из первой пятерки после того, как пройдем этого оппонента. После него, может быть, UFC дадут нам титульный бой, а если нет, то через бой. Так что я думаю, в лучшем случае нам удастся провести три боя в этом году. И возможно, в конце года Умар получит шанс подраться за пояс. И если же не в этом году, то точно в следующем. Я вам гарантирую, что Умар станет чемпионом UFC в 2024 году. Я не уверен, что в этом году, но в следующем году он точно станет чемпионом, сказал Мендес. Ян Блахович объяснил, почему после поединка с Магомедом Анкалаевым призвал отдать пояс ему, а потом отказался и отсказал о собой. После боя я сказал, что титул нужно отдать ему, потому что я не помнил первый раунд. Я зациклился на пятом раунде, поскольку он был худшим для меня. К тому же Джо Роган вышел в октагон и сказал, что не выиграл этот бой. И я тогда подумал, ну хорошо, возможно он прав. А сейчас, когда я несколько раз пересмотрел бой, я понял, что ничья это справедливо. И я тогда был ближе к победе, чем Анкалаев. Я хорошо выступал до третьего раунда. А потом Анкалаев поменял план на бой и очень хорошо себя проявил. Он взял четвертый и пятый раунд, но если бы Анкалаев ничего не поменял, то бой закончился бы техническим нокаутом, потому что я очень сильно бил его. И я думаю, что финишировал бы его, сказал Ян. Друзья, ну будем надеяться, что когда-то этот реванш состоится, чтобы отбросить все эти обсуждения и посмотреть, кто себя проявит лучше после пройденного этапа. Рафаэль Физиев высказал свое мнение о минусах, которые видит у Махачева. Ислам жесткий, он реально сильный. А физически он очень крепкий, на шаг всех опережает в борьбе. Если вы зашли в борьбу, скорее всего он будет вас на шаг опережать. Но в стойке у него я очень много минусов увидел. Особенно, когда он проводит атаку. Наверное, сейчас на меня весь Дагестан обидится. Но когда он проводит атаки, он очень раскрыт. И по нему очень даже можно попасть. А все остальное только плюсы, сказал Физиев. Друзья, ну а на данный момент известно, что бой Физиева против Гейджи находится в разработке. Сам же Рафаэль, касаемо этого, сказал следующее. Я ничего не анонсирую, но в UFC нам пообещали, что в марте я буду драться против Гейджи. UFC хочет этот бой. Сам Дэйна Лайт хочет этот бой. Поэтому они сказали, чтобы я готовился на марте. Сейчас мы ждем контракт, и тогда официально все будет ясно. Но пока что вот такая информация. Но если UFC что-то переиграет, я просто буду в шоке. Если они что-то переиграют, я сяду, запишу сторис и скажу. UFC, что за дела, что вы творите? Лондон или Вегас, вот это вопрос. Они сказали, что Лондон или Вегас, либо туда, либо сюда. Начало марта, либо 18-е. Гейджи молчит, Али Абдалязис тоже что-то пытался пыхтеть. Но до сих пор пыхтит, и Гейджи что-то до сих пор молчит. В общем, посмотрим, что будет. UFC хочет, а когда UFC хочет, они это делают, сказал Физиев. Пишите свое мнение в комментариях. Я всегда читаю ваше мнение в комментариях, поэтому жду вас там.